Друзья, что такое домокомплект каркасного дома, из чего он состоит, сколько стоит тот самый домокомплект, который можно собрать на своем участке своими руками, какой-то наемной бригадой или силами компании «Строй и живи». Очень много полезной информации, интервью очень длительное с заказчиком, мысли, рассуждения, какой фундамент, почему он такой, какая крыша, какие могут быть коньки, доборные элементы и так далее. В общем, очень много полезной информации в этом видеоролике, поэтому потратьте, пожалуйста, время и досмотрите его до конца. О, так мы же тоже лопату привезли. Да? По-разному бывает, да? Все, никакую мы историю расскажем о том, как построили вам дом из домокомплекта, который произведен на нашем производстве, да? Много, да, получается тогда. Можете рассказать историю, как вообще это произошло? Вы сначала, лучше вы что-то сказали. У вас был участок? Участок давно уже. Фундамент... Можем мы с вами поменимся местами? Да, ради бога. Чтобы вылиться в камеристы. Значит, уже яснок уже давно. Фундаменту 17 лет было. Ленточный фундамент. Это не мы делали, это местные мастера делали фундамент. Давно, это самое, незаглубленный фундамент, он сверху лежит, то есть грунт весь вынут, вот, заменен на песчаный грунт и поставлен фундамент. А сколько лет стоял фундамент без крыши, без дома? 17 лет. Друзья, очень часто задают вопросы, можно ли фундамент оставлять без нагрузки, без дома, без чего-то еще. Вот вам ответ. 17 лет фундамент простоял, ну, видимых каких-то отклонений. Вот это пристроено, это мы уже пристроили позапрошлом году. Вот этот вот, крыльцо, крыльцо и терраса были пристроены позапрошлого года с нашими силами. Фундамент был залит, да? Был залит только квадрат фундамента и внутренние перегородки, вот эти вот, ну, я имею в виду. Фундамента была залита, да. Только квадрат, 9.30 на 9.30. Все остальные дополнения это мы уже делали своими силами с мужем. Понятно. И вдруг вы решили в 2020 году построить на этом фундаменте? Решили в кризис построить, да. На этом фундаменте решили все-таки, наконец-то, пришли к мнению, что надо уже срочно делать, потому что фундамент все-таки не вечный, и надо его все-таки как-то эксплуатировать. Да, да. Вот. Ну, перед этим сделали предварительные работы, полностью сделали полы по грунту черновые, да, значит, обратную засыпку сделали песок и гравель, и залили потом, между лентами залили цементную стяжку, да, сделали. Давайте поговорим на эту тему, потому что я даже не планировал об этом говорить, но в вашем разговоре хочется понять, по какой причине вы решили все-таки вот так сделать. А то, знаете, некоторые есть, вот ленточный фундамент, мы типа сэкономили, и у нас дальше там будут какие-то деревянные полы и так далее. Продухи там в этих лентах, они хотят, если вы понимаете, о чем говорить. Вы пошли по современному технологичному варианту, мне интересно, по какой причине, как вы к этому пришли. Кто-то посоветовал? Нет, я долго очень изучала этот вопрос в связи с тем, что полы частенько гниют, как вот у нас соседи тоже сгнили в свое время, из-за того, что мало продухов, и они потом увеличивали их, нанимали мастеров, которые просверливали им и выводили, потом вентиляцию делали именно под польного пространства, выводили на крышу. То есть, а так как у нас продухов очень мало, то есть вот на 9.30 два только продуха, и с той стороны тоже два, это очень мало. Я, кстати, смотрела ваши ролики, и как раз вы про это говорили, да. Поэтому решили, что я, ну, так как я этим вопросом занималась, в изучении этой информации, решили, ну, той же и совместно, в принципе, конечно, что надо не делать именно деревянные полы, потому что туда, во-первых, неудобно будет подлезть, эту сетку. Как-то это лазать там тоже, лежать и что-то монтировать тоже нереально. Если, соответственно, набивать брусок, это сокращается утепление пола, или тогда надо увеличивать его, ну, то есть поднимать еще полы, больше делать. Ну, поэтому решили все-таки сделать полы по грунту, потому что дом, как бы, ну, уже, получается, каркас дома возведен, и не надо сейчас, в данный момент делать какие-то черновые полы, то есть они уже есть. Все, понятно. И строителям удобно, и жить потом, и батут вот этого не будет, и дополнительной вентиляции никакой не нужно. Любые можно делать, там, печки ставить, любую нагрузку давать, то есть вот это, ну, и, соответственно, утепление потом, конечно, это, ну, вот. И, скорее всего, утепление будет экструдийным, первым пилостеролом, и плюс, ну, без теплых полов, то есть стяжка будет полосухая. Правильно понимаешь, что это все-таки дачный, наверное, дом, да? Нет, мы уже планируем и зимнее проживание, то есть последствия, да. То есть когда-нибудь в дальнейшем он будет для постоянного проживания. Да, для постоянного проживания. По этим нормам мы строили. Да. Понятно. Да. Ну, давайте, я уж извиняюсь, что мы так много времени уделили вашему фундаменту. Ну, да. Очень правильно выбор сделали наши заказчики, я всем рекомендую именно таким образом поступать. Если вам нужен более высокий цоколь, чем может быть у плиты, да, там, 200 миллиметров, которая вполне достаточно под такое строение по своей толщине, то делайте как здесь. Ленточный фундамент той высоты, которую вам нужно, дальше обратная засыпка и полы по грунту. Отлично выглядит, как плита железобетонная высотой, там, почти, ну, полметра. Выглядит это так, но на самом деле ленточный фундамент с обратной засыпкой. Давайте все-таки про наш каркас. Пришла я к вам именно почему, потому что в три года изучала вообще строительные разные технологии и от газобетона отказалась, так как не знала, какой будет, ну, как выдержит нагрузку газобетона, он колкий материал довольно-таки, и не знала, как бы среагирует фундамент на газобетон. То есть, ну, в фундаменте на 100% вы не уверены под камерное строение, поэтому выбрали более легко. Расчета нагрузок, как у вас делается, не было, поэтому, соответственно, я от этого отказалась. Потом, значит, я брусовой дом рассмотрела тоже. Ну, в брусовых домах очень много изъянов в плане усыхания бруса и так далее. Ну, вот, клееный брус я не рассматривала по стоимости, да. Ну, и вышла на каркасное домостроение, хотя вот муж, кстати, с самого начала каркасные дома почему-то рассматривал. Ну, в итоге смотрела очень часто ваш канал, очень много видеороликов посмотрела, вот, изучила этот вопрос и остановилась на каркасных домах именно вашей фирмы. Понятно. У вас был фундамент, вы потом решили сделать крыльцо еще и террасу. Да, да, террасу. Дальше какой-то проект, может, родился или вы сами... Вы знаете, почему сделали именно так? Потому что я тоже изучала этот вопрос, советовала с разными специалистами, знакомыми. Вот, и мне сказали, что если, как вот, ну, я бы, наверное, если бы не утепление потом, впоследствии террасы, я бы закрутила, наверное, у вас заказала бы сваи. Ну, так как вы в дальнейшем террасу хотите. Да, мне сказали, что надо обязательно тогда врезаться в сам фундамент. И что мы и сделали, муж на 35 сантиметров просверливал внутрь. Фундамент и загонял туда... Арматуру? Арматуру, да. На химические анкеры? Нет, просто на цемент. Я цемент макали и туда ничего такого не делали. Ну, я думаю, что это некритично. Если там подготовка сделана качественно, то есть вот трамбованные пещерные основания... То же самое, как здесь мы сделали. Хорошо у меня фотографии сохранились, как сделать. Это очень важно. Кстати, всегда ведите себе архив тех фотографий, которые вы снимаете во время строительства. Это вам в дальнейшем, когда-нибудь там через 5, 10, 15, 20 лет точно пригодится. Да, почему, кстати, я и просила фотографировать все этапы, потому что потом впоследствии поднимаешь фотографии, поднимаешь видео, и можно посмотреть. Кстати, вот, ну, если уж об этом пошла речь, как вам идея создания вот такого чата, в который были включены я, вы, бригадир, прораб? Отлично. Хорошая идея. Расскажу, у нас в компании заведена такая процедура, когда заказчик заключил договор, создается чат, туда прикрепляются координаты объекта, чтобы я в любой момент, неожиданно, да, как и произошло, могу приехать. Туда включается проект, техническое задание, и ведется вся переписка с заказчиком, там обсуждаются все этапы строительства, и самое главное, бригадирам, прорабам выкладываются фотографии и видео тех этапов, которые производятся на строительной площадке. Это вижу я, это видит заказчик, сидя у себя дома или в офисе на работе, и, ну, на мой взгляд, это очень удобно, и вот заказчик это в очередной раз подтверждает. Если какие-то проблемы, сразу, во-первых, выкладывается, вы видите, видит менеджер, видит прораб, видит бригадир, все видят сразу, и сразу решается, моментально, да, решается вопрос. И общаются все в одном месте, это очень удобно. Так что коллегам... А сам проект-то как родился? У вас были какие-то наброски? Сам проект родился именно от... У меня уже был нарисован просто на листике такое, но в плане... Я посмотрела все ваши проекты, нам ничего не подошло, и с менеджером, то есть мы общались очень плотно в этом плане, что-то, может быть, переделать, но ничего, ни один проект, к сожалению, не подошел под наши размеры фундамента, как у нас индивидуальный получился фундамент. Ну вот, и строительство индивидуальное. Значит, ну и пришлось, в принципе, выложить иную сумму на проект дома. Да, мы заказали у вас проект дома. Вот все. Как происходила работа с проектировщиком? Ну, насколько это удобно, неудобно? Может, какие-то пожелания, замечания? Нет, все было удобно. Мы как бы с ним нашли такой вот... Я делала скрины своих, как бы там, допустим, картинок или того, что он мне присылал, и прямо там в интернете, значит, ну вот на фотографиях рисовала стрелочками, где мне надо что-то изменить. То есть, в принципе, мы с ним нашли общий язык довольно-таки быстро. То есть, это несложная процедура? Да. То, что работа удаленно происходит? Нет, ничего страшного нет. Нет. Я ему скинула фотографию фундамента, чтобы он видел. Все размеры я еще раз перемирила, все ему отослала, и он уже нарисовала, как мне нужно, что я хочу видеть. Вот какие высота потолков, значит, здесь 2,70, там 2,50. Это в чистоте будет? В чистоте, да, потому что там, конечно, сейчас выше размера. Да, ясно. Пожалели, что деньги-то выложили за индивидуальный проект? Нет, нет, нет. Все было четко, потому что потом очень легко контролировать самих строителей. Бригаду это легко контролировать. После того, как был закончен проект, что произошло? Потом мы заключили договор на строительство, на изготовление домокомплекта. Расскажите, пожалуйста, вот про домокомплект. К сожалению, вот это, может, к счастью, к сожалению, для меня, к сожалению, слово домокомплект очень хорошо прицепилось к нашим, закрепилось среди наших подписчиков и заказчиков, и люди не совсем правильно понимают, неправильно называют. Домокомплект – это то, с чего собирается дом. А вы заключили договор на изготовление комплекта силового каркаса. Ну, наверное, так называется. Я просто не понимаю, как бы правильно. Ну, то есть это доска, которая напилена на нашем производстве по проекту силового каркаса. Да. Каждая досочка была пронумерована. Да, прописана, да, нумерация вся была. В соответствии с проектом, для того, чтобы можно было все это удобно, быстро собирать на участке. Вы заказали вот этот комплект силового каркаса. Точно рассчитываю на то, что вы в дальнейшем будете строиться в нашей компании? Или были мысли о том, что собирать самостоятельно? Нет, строить у вас. Изначально было такое желание, да? Да, да. Потому что я решила, что не стоит нанимать какую-то другую бригаду. У меня такая была как бы мысль, ну, промелькнула. Но она очень быстро отпала, потому что, ну, зачем нанимать кого-то другого? Еще неизвестно, как они могут построить. Ну, да. Их пришлось более интенсивно контролировать. Да, да. Поэтому... Нет, это возможно, друзья. Можно у нас заказать комплект силового каркаса. Очень многие так делают, нанимая другую бригаду и вместе там с ней собирают. Да, может быть, и сам злоделец собирает вместе с кем-то. Да, да, да. Ну, вот как вот у меня знакомые так купили у вас, я так понимаю, скорее всего, да, у вас купили в нашем СТАУС. Каркас, ну, там одноэтажная там баня. И они сами собрали. Ну, это... В один сыном. Да, ну, это такой взрослым. Мужской конструктор. Да, да, да. Ну, там небольшое строение. Все-таки тут двухэтажный дом. И если бы... Мы бы не смогли бы, конечно, это сами своими силами. Ну, физически такой дом, конечно, тяжело. Это нереально было бы, да. И в связи с тем, что еще у меня вот подруга решила... Обратилась к вам, но посчитали, что дороговато будет. И обратились, ну, в бригаду своих знакомых. Вот им собрали. Ну, сейчас они довольны, вроде нормально, все хорошо. Ну, вот, как бы, какие-то недочеты я даже сама, приходя к ним, находила там. Потому что у них не было как такового проекта дома. То есть они по рисунку... Ну, там был проект, но я так понимаю, что он не был так четко... Детализированный. Там не было полностью прописано каждая доска. То есть потом они меняли в ходе, так сказать, уже строительства сам проект. Вот. Что-то достраивали. То есть, ну, что получилось. Да. И, кстати, они выбились из сметы в своей все-таки. Выбились, да? А вы выбились из сметы? Нет. Ну, как было, вот, оговорено, в договоре все, как бы, что... Это, кстати, очень немаловажный вопрос. Мы... Вот это мне очень понравилось. Да. Что вот как... У нас четкое требование и к продавцам, и к прорабам. Даже если возникли какие-то, ну, непредвиденные расходы для нас, в том, что-то я про конек, помню, что-то такое. Ну, вот, был момент с менеджером. Мы всегда это делаем, ну, за наш счет и на заказчиках. Все сделали, все, я осталась довольна, все замечательно. Да, на наши промашки не перекладываем. Вот. Как происходил процесс продажи? Было ли все прозрачно понятно или были какие-то... Был момент, когда некоторые, как бы, ну, дополнительные. То есть я, как бы, хотела там еще дополнительные услуги заказать, но посмотрела и посчитала, что это нам не нужно. И это убрали просто из договора. То есть ничего не навязывают? Нет, нет. Объясню вот этот момент. У меня очень индивидуальный подход к каждому заказчику. В каком плане, что нет такого, что вот дом под ключ, и все, мы строим только так, и ничего нельзя поменять. Мы легко подстраиваемся под любого заказчика и под его любые потребности. Ну, в рамках разумного, естественно. Вот, так же и здесь произошло. То, что заказчик захотел, то и посчитали. Поэтому и сложно отвечать на вопрос наших потенциальных заказчиков, сколько что стоит. Потому что, ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, четко нужно понимать, что. Потому что эта доска может стоить там 20 тысяч рублей за куб, как она стоит примерно сейчас. Она может стоить там 15 тысяч рублей за куб, и там 12 тысяч рублей за куб, в зависимости от ее сорта, качества, влажности и так далее. Ну, и дополнительные, вот я говорю, что дополнительные услуги, которые я, может быть, там хотела, но в итоге отказалась от них. Посчитала, что мы сами сможем это сделать. Ну, и правильно. Ну, и спокойненько все это менеджер убрал. Без возражения. Да, да. Хорошо. Что касается доски, вот она у вас такая сухая, камерные сушки, строганная. Да, самим строителям очень нравилось, что они строят из такой строганной доски, что очень удобно, геометрия сохраняется. Ну, и вы не пожалели, да? Нет, ну, я-то, нет, не пожалела. Понятно. Ну, в какой-то степени некоторые считают, что переплата это происходит. Ну, вы знаете, я тоже про это посмотрела очень много и видео, и почитала всякие статьи, в связи с тем, что мы сами это будем делать, потом наружную и внутреннюю отделку, так как она более гладкая и ровная, нам будет легче потом отделку делать. Что не надо будет никакие там брусочки подкладывать где-то там, это самое где-то, проблемы убирать вот этой вот кривой доски или там где-то подтачивать рубанком или там шлифовать, то есть это уже легче намного. Сидь, вы уже в курсе вот этой истории нашей? Да, да. Знаете, понимаете, что для чего... Я и заказала закладные специально под пароизоляцию. То есть сразу, чтобы потом нам, потому что мы это будем делать, нам не мучиться. Все, отлично, хорошо, понимаете. Что касается денег, нас как-то считали, проверяли, сравнивали, может, с кем? Я сравнивала скорее, которые бригады, которые тут работают. Они, конечно, предлагают меньше. Сразу скидывают, то есть ты говоришь, сколько стоит строительство, они скидывают какую-то сумму, но в итоге, как с моей подругой, получается то на то и выходит, а может быть даже и больше. Потому что где-то просчеты самих строителей, где-то просчеты людей, которые нанимают их, то есть и прорабы того же, может быть, это делается специально, вот, сначала выходит на... заманивают как бы малой ценой, а потом... Вот я вот не хотела этого. То есть вы понимаете, что такая вероятность очень высокая, что вас заманят... Да, я хотела именно четкую вот картину, сколько это будет стоить, и чтобы потом не докупать, как некоторые там досочку одну, досочку две там или куб. То есть вот это вот. Я не хотела этого, конечно. Я хотела именно четкую картину строительства иметь перед собой. Вот что вы и предлагаете. Вы так нахваливаете сейчас и подумаете, что мы вас пригласили откуда-то. Нет, нет. Виктория, спасибо вам за отзыв. Спасибо за то, что позволили нам поработать на вашем участке, на вашем фундаменте, построить вам дом, именно построить. Можно немножко отвлечься от этой истории и попросить вас рассказать про планировку вашего дома, потому что зрителям тоже интересно. Они выбираете проект, вдруг понравится. Я даже не знала, как вам отзыв писать. Думаю, сейчас напишу красиво. Так меня же зарубили сначала, отзыв-то мой. Да, я знаю, что просто так хороший отзыв не оставить. А что это вы? Это вы рекламой занимаетесь, мне сказали. Там пришлось потом купе документов отсылать им, что нет, что это не реклама, что это действительно... Ну что ж такое? Вот если пишут плохой отзыв... Да потому что они на них зарабатывают. Сразу, да, сразу. И они сразу публикуют, не спрашивают никаких документов. Им ничего не надо. Как сделаешь хороший, что-то не то. Да и давай-ка проверим. Пришли договоры, фотографии, да? Да, да. Ну что, про планировку расскажите. Да, планировка, значит. Ну это главное крыльцо, вход. Самое главное, что оно под крышей, друзья. Это очень важный момент. Я в связи с тем, что значит крыльцо именно под крышей и полностью уходят даже ступеньки в связи с вот этими зимами, чтобы лишний раз не чистить потом. Если зимнее будет проживание, как бы мы планируем, да, чтобы это... Как в русских избах раньше было, в Сибири, что длинные такие, чтобы полностью было крыльцо закрыто. Чтобы лишний раз... Во-первых, это портится сам фундамент этого крыльца, вот, ступеньки портятся. Ну, плюс у вас же, наверное, какая-то отделка будет. Да, да, тут плитка, да, да, плитка, скорее всего, да. Ну, посмотрим, какая, что еще не решали этот вопрос. Надо еще решить сначала вопрос с рукой. Значит, потом сюда входим в главный вход. Здесь этот самый... Прихожая. Прихожая, да. Прихожая, дверь здесь в котельную. Вот, мы смонтировали сразу уже закладные под электричество, водопровод и канализацию. И выход из котельной, чтобы, если какая-то грязная что-то заносить или еще что-то, потому что мы еще не знаем, чем будем топить, поэтому сделали, запланировали крыльцо. Вот, дополнительный вход, ну, вернее, отдельный вход в котельную. И имеется... Тоже также закрыты ступеньки, полностью закрыты от снега, от дождя, чтобы, если будет так же... Ну, у меня такая вероятность есть, что будем топить газом, чтобы тут можно было потом закрыть и газовые баллоны отдельно поставить, чтобы они вынесены были за пределы дома. То есть вот так вот. То есть вы предполагаете, что будете топиться газом, который в привозных баллонах? Ну, это так, это пока предположение. То есть я еще не знаю, чем будем топить. Даже если что, можно тут дрова сложить под крышей, да, временно хотя бы перенести сюда вот пространство, как раз вот эта дверь. И тут вот место остается под какие-то свои нужды. Два метра больше. Котельная, да, дверь. Здесь будет, наверное, шкаф. Шкаф. Да, большой. То есть места достаточно. Тут даже что-то еще даже можно поставить. Да, ну, в пуфик, чтобы присесть. Вот. Здесь санузел и окно из санузла. Там, кстати, в котельной тоже окно длинное. Чтобы, если что, даже если вдруг у нас неожиданно провезут газ, газ, да, у нас все будет подготовлено под газовое оболонное. С очень дальним прицелом выстроить. Да, да. Вот. Тоже выведена канализация. Была закладным. Сделали. Вот это что? Тут я ее называю постирочной, но для любых нужд. То есть можно сделать, даже при желании, можно сделать здесь сауну. Тоже окно, но большое окно. То есть я его рассчитываю, так как мы не любители всяких сауны, бань. Ну, место хранения здесь организовать. Место хранения, да. Можно душ большой поставить, можно что угодно. Если здесь небольшое помещение, то есть здесь можно сделать стиральную машинку, чтобы это не было все на улице или там где-то. Если мы планируем зимнее проживание, то есть, соответственно... Белье сушить где-то нужно. Да, белье сушить надо, да. Поэтому в такое большое помещение, оно где-то, не помню, 8 квадратов. Ну, возможно, да. 9. Оно немножко продолговатое, но... Да, да. Ну, длинное, конечно. Оно немножко сократится за счет всяких этих утеплений и все остальное. Вот. Вы, так как вы делаете разрывы, между этажами окно, вот сделали окно большую. Ну, сделали правильно, сделали качественно, без ущерба надежности. Мне это понравилось, и так как именно я у вас заказала, поэтому решила, что надо сделать вот этот разрыв, раз вы его уже делаете, много раз делали. Вот, поэтому я посчитала, Много десятков раз. Да, да. И освещение вот этого всего пространства, потому что здесь нужен свет, хотя это северная сторона вся. Ну, свет-то все равно будет заходить. Да, да, да. Естественно, освещение, да. Вот. Значит, это спальня первого этажа с большим окном, метр сорок на метр сорок. Вот. У вас кто-то будет из более старшего поколения? Да, да. Я планирую здесь. Ну, как посмотрим, как мы это все будем делать, но планирую именно пожилую маму, поэтому сюда разместить. Вот. Или кто-то из гостей пожилых будет, соответственно, да, здесь. Ну, и главное, гостиная, кухня. Значит, два больших окна, метр шестьдесят на метр сорок, большие, и выход на террасу. Метр сорок ширина. Я не стала метр шестьдесят, мне проектировщик предложил метр шестьдесят, но я не стала, потому что очень большие створки, они тяжелые будут. И когда делают окна, то не очень это хорошо. На тогда более усиленный каркас самого профиля делать, да. И это уже, соответственно, деньги. Фурнитура более. Метр сорок по семьдесят сантиметров створка, это нормально. Да, согласен с вами. Ширина террасы вашей? Ширина террасы почти три метра. Два девяносто пять. На самом деле, да, оптимальный размер для того, чтобы можно было поставить стол и сесть вокруг него вполне комфортно. Если меньше ширина три-трех метров, уже, друзья, получится некомфортное рассаживание гостей, поэтому это оптимальный размер. Так, и я думаю, гордостью этого помещения будет вот это окно, которое выходит на участок. Да, да. Ну, мне нравится и то. Не одинакового размера, да? Да, метр шестьдесят на метр сорок, да. Друзья, в окнах нет стандартных размеров, стандартные размеры есть в отношении дверей, а окна, их по факту в обычных домах приезжают специалисты законной компании и производят замеры. В нашей компании можно без всяких замеров. У нас есть качественный проект, и если вы от проекта не отклонились, то можно сэкономить на выезде замерщика. Такой небольшой бонус. Ну да, да. На второй этаж мы с вами, конечно, уже не полезем. Ну, если вы сами. Расскажите вот так вот, глядя наверх, как у вас межэтажное перекрытие. Так как вот там лестница будет в этом месте. Значит, запланирована тут лестница. Подъем на второй этаж, да. Поднялись с поворотным площадкой, да? Значит, здесь будет вот отсюда заход и... Нет, с полной площадкой. С полной площадкой, да. Ступеньки где-то 18 сантиметров высотой мне так посчитали. И, значит, на второй этаж там две спальни. Вот одна дверь над вами и вот вторая дверь. Да, понятно. Две большие спальни. То есть они довольно-таки где-то по 18 квадратов. А в той стороне? А в той стороне еще одна спальня. Правда, конечно, она надкотельной. Но это может быть и как кабинет, и что там будет. Ну, я не припомню противопоказания. Ну, говорят, что вроде как надкотельной не очень хорошо. Смотря с чем топить, конечно. А, может быть. А это у вас еще один санузел, да? Нет, это значит санузел, а там кладовка. Она без окна, там нет окна. А санузел второго этажа где у вас? А санузел второго этажа, это вот это большое помещение. Вот подсерочный. Да. Ну, все равно в одной части, то есть инженерные сети. Конечно, можно потом при желании, мы посмотрим, может быть, и можно даже и поменять это все. То есть делать там санузел, а там... Виктория, расскажите немножко про пироги, которые... Аня, давайте, знаете как? Сначала расскажите, пожалуйста, мне вот ваше видение интересно, почему именно полноценно второй этаж? Полноценно же? Полноценный второй этаж. Я не хотела заморачиваться с утеплением мансарды, потому что это сложно. Понимаете. Как вы тоже рассказывали в своих роликах, потому что проблема с утеплением, и так как мы утеплять будем сами, соответственно, это проблема была бы, ну, вот очень серьезная, в связи с тем, что надо было бы увеличивать тогда слой утеплителя, именно... Перекрестным утеплением. Да, практически, да. Наклонной крыши. Наклонной крыши, да. Вот это мне, конечно, это самое. Я поэтому сразу, ну, с мужем вместе, это мы с ним решали, то есть отказались полностью от мансардного этажа. Конечно, это красиво, интересно, это как бы более романтично где-то, но отказались от этого идея, сделали полностью... В пользу рациональности, наверное, да? Да, в рациональности, потому что не мы, то есть мы будем это утеплять, поэтому будет сложно с мансардой. Хорошо. Про утепление, раз уж об этом пошла речь, что вы предполагаете, как будут утеплены стены, крыша? Значит, наружная отделка я планирую фибролитовыми плитами. Говорят, что как бы двоякое очень впечатление о них. Ну, пока так. То есть это более экономичный для меня сейчас вариант быстрой отделки. Ну, опять-таки, своими силами. Да, шпаклевка, грунтовка, там, по сетке, там вот это все. А там, как мы уже отделаем, может быть, мы потом сделаем вентиляционный зазор и что-то еще сверху. Не знаю, как будет это. Ну, шпаклевка, пока шпаклевка, да, по фибролитовым плитам. Так, утепление? Утепление хотела роквеллом. Не интересно, сколько? 15 сантиметров. Ну вот. И внутри, наверное, тоже где-то фибролитовыми плитами, где-то будет вагонкой, где-то будет под шпаклевку. То есть, такой я бы хотела. Городской вариант. Ну, не совсем, потому что мужу нравится больше вагонка, ну, как раньше называли вагонка, но сейчас там имитация бруса, да. Вот, с покраской. На самом деле, это можно скомбинировать, и будет не скучно, и оба желания будут удовлетворены. Понятно, то есть, стены наружные у вас будут утеплены на 150 миллиметров, но вы понимаете, да, что это маловато? Да, я знаю, что это маловато. Может быть, впоследствии мы потом сделаем перекрестное утепление, но внутри. Ну, как вариант. Да, как вариант. Это несколько хуже, чем снаружи. Ну, я понимаю, да, но и так как мы будем делать сами, поэтому все-таки нам важна быстрота в этом плане, а если делать, значит, это брусок набивать, опять-таки, утепление делать, потом, ну, в общем, лишнее. Я тут, кстати, когда мы делали, я тоже хотела утепление сразу сделать внутри, чтобы уже были. Но так как мы надолго растянули на все лето эту заливку, потому что мы заливали бетономешалкой своей. А, сами, да? Да, я вытягивала этот весь бетон. Ничего себе. Вы, хрупкая девушка, вытягивали бетон? Да. Ну, ладно, давайте дальше. А нет фотографий случайно или видео? Есть, есть. Я могу вам прислать. Присылайте. Вот. Вот там мой, видите, мангал. Да. Это я варила. Так что... Вы работу не ищете. Хрупкая девушка. А что вы хотите предложить? Я подумаю. Да, хорошо. Все, женщины у нас в русских селениях, да? В русских селениях, да? Коня у скаку остановят. И мангал сварят. Да, запросто, да легко. Потому что тоже найти хорошего сварщика тяжело. Легче самому обучиться, да? Вот. Вот. Я решила, что легче так самому сделать что-то. Пить маску хамелеон. Чем найти хорошего сварщика, он еще будет кривляться, когда будет что-то делать. Ну вот, поэтому... Холодный чердак, насколько хотите утеплить? Холодный чердак, верхняя, то есть, ну, сам чердак там и не будем утеплять. Нет, ну, перекрытие, да. Так называется, между чердачным перекрытием. Ну, планирую как минимум 25 сантиметров, а там уже посмотрим, если что там, настелим. Там же можно стелить сколько хочешь. Ну да. Это уже от финансов зависит. Ну да. Ну, 20 сантиметров само перекрытие, и, соответственно, еще можно сверху все. Пять сантиметров, ну, плюс какие-то обрезки останутся от утепления стен, тоже можно туда уложить. Да, да, да. Что, в общем, останется, то туда и пойдет сверху. Я вам хочу пожелать удачи, напомнить вам о том, что мы оказываем помощь в покупке строительных материалов с нашей скидкой. Хорошо. Поэтому можете мне лично даже прислать там заявку на любой материал, там фасадные, там утеплитель, пленки, вот эти все дела. Ну, мы со своей скидкой вам транслируем ее. Отлично. Чтобы вам было поэкономнее. Отлично. Ну и сил, потому что сил нужно очень много, чтобы все это еще завершить. Да, это очень много. Вот. Я хочу, друзья, напомнить о том, что в нашей компании можно заказать разные этапы строительства в зависимости от вашего бюджета и своей уверенности в том, что вы это строительство можете продолжить самостоятельно. То есть вот можно было остановиться на проекте и самому все сделать. Можно было остановиться, как Виктория заказала сначала комплект силового каркаса и самостоятельно его собрать, как соседи здесь какие-то, да, собрали из нашего комплекта, вы только что рассказывали. Да. А можно было остановиться, как вот сейчас Виктория, то есть мы построили каркас, накрыли его кровлей. Следующий этап, это может быть и наружная отделка, то есть дом готов снаружи, мы так это называем. Следующий этап, это теплый контур, когда мы бы утеплили контур и сделали качественную пароизоляцию с проклейкой швов. Ну и следующий этап уже это инженерные сети и внутренняя отделка. Ну и единственное, что, конечно, это самое, что пожелать, чтобы ваши менеджеры лучше знали свою работу в некоторых этапах и все-таки предлагали какие-то варианты, потому что вот как тогда столкнулась с крышей, да, с коньком с этим, проблема в чем возникла. Давайте расскажем эту историю, Да, давайте. Заказала крышу, она четырехскатная, шатровая, ну как ее по-разному называют, да. Все правильно он называется, шатровая. Да, в связи с тем, что, ну, мне нравится такая конфигурация именно крыши. Вот, хотелось что-то более необычного. Вокруг я тут у нас только двускатная крыша, вот, поэтому хотелось что-то более такого интересного. Раз не мансарда, хотя бы крыша, чтобы было четырехскатной. Так как мансарды нету, хотелось бы, чтобы сверху красиво смотрелась именно такая. Ну, и так как я много занималась вопросом выяснения, как бы, моментов по каркасному домостроению, вот, моменты кровли, именно на покрытие кровли, я и вообще, практически, когда заказывала у вас, я очень мало про это знала. Прогуляли уроки? Да. Понятно. Вот. И когда уже во время заказа я начала какие-то моменты выяснять, то есть мне менеджер одно предложила, я начала отталкиваться от своего бюджета и хотела меньше, потом, когда уже все-таки вышла на 0,5 миллиметра толщина металлочерепицы, вот это мне, конечно, это самое, вот отсюда я начала выяснять по поводу крыши. А документы, уже на этот момент, что мне менеджер предложил, ну, то есть мы уже даже подписано было, да, то, что я заказала именно 0,5, именно цвет, а конек, я это по фотографиям там в интернете где-то смотрю, он полукруглый. Для меня это вот конек для такой крыши, он полукруглый. Вот я видела именно такое. А оказалось, что их три вида существуют, этих коньков. Есть прямой конек, совсем прямой, есть прямой, но такими изгибами, он более такой сложной конфигурации, да, для двускатной крыши он бы красиво нормально, смотрелся бы, и даже, я бы даже и не дернулась в этом вопросе. А мне хотелось именно вот как черепицу кладу, где-то в европейских странах, там черепица, и вот именно вот там полукруглый, красивый, именно я видела именно такой вариант. Ну вот, а когда я уже поняла, что у меня конек-то прямой, ну, по умолчанию, менеджер взял и самую простую версию этого конька заложил в договор. Да, хотя крыша-то сложная, более сложная, чем, допустим, доскатная. Ну вот, и я в шоке, значит, на это смотрю, и начала даже, как это выглядит, начала листать, и мне не нравится. Как вышли из этой ситуации, расскажите. Вышли из этой ситуации, начала общаться с менеджером, начала у вас чате писать. Да, уже после заключения договора, после уже выполнения работ даже. Нет, работа еще не до конца была выполнена. Ну, я имею в виду, уже строительство шло, уже крышу, уже скоро накрывать, все уже... Тут выясняется, что конек не полукруглый, как думали. Конек не тот, я приехала на объект и стала смотреть, и стала искать-то полукруглый конек, я тут... Взглядом хотя бы. Потом смотрю, думаю, что это у меня такое лежит. Я даже не поняла сначала, я сфотографировала, и потом уже дома, начала выяснять про этот конек. И действительно, что это именно конек лежит. Не что-то какая-то запчасть от крыши, а именно конек. То есть... Ну вот, в итоге с менеджером пообщались, ну, он сначала сказал, что мне надо там что-то доплачивать, или мы вам оставим этот конек. Но потом, значит, мы сошлись на мнении, что мне доплачивать ничего не надо. Вот, как бы ваша фирма решила взять это на себя, этот момент. Ну, потому что это действительно наша вина. Если бы мы вам предложили три варианта, вы бы сказали вот этот, а потом передумали на этот, ну, конечно, это была бы ваша вина. А так как мы не предложили вам... А я даже не знала. Да, а вы не обязаны знать. Я человек вообще... Ну, вот я говорю, у меня одно представление крыши, да, а у менеджера совершенно другое. Ему вот по умолчанию и все. Вот ему удобно, может быть, так было. На ошибках учится. Вот, да. Хорошо, когда на чужих. Но мы учимся и на своих в том числе. Ну, главное, что это было как бы... Ну, поздно с одной стороны, но в то же время еще ничего не было установлено. Конек еще не смонтирован был. Ну, я, кстати, хочу извиниться за эту ситуацию, потому что я точно знаю, что нервы-то все равно потрепались. Потрепались. Потрепались нервы. Потрепались, да. Поэтому, да, приношу свои глубочайшие извини на этот счет. Вот. Вот момент, конечно, вот этот был, может быть. Но зато, в принципе, все решилось. Все как бы... Конек полукруглый. Конек полукруглый. Мне нравится, я в восторге. Все сделано. Вот. Все лично. Даже прораб приехал, все закрепил, сделал сам. Говорит, я сделаю даже лучше строителей. Ну, конечно, он же прораб. Ну, да. Ладно. Не, не прораб, извиняюсь. Бригадир. Бригадир. Или прораб. Юрий. Юрий, наверное, да. Ну, если Юрий, то прораб. Прораб, конечно. Ну, что, на этом будем завершать, наверное. Ну, в принципе, да. Я уверен, что очень много полезной информации Виктория поделила с вами, дорогие зрители. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, ответим на все ваши вопросы. С вами, как всегда, был Александр и проект «Строи живи» и наша заказчица Виктория. Пока. До свидания. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok